На самом деле сложно назвать выборами то, что у нас будет осенью, потому что ограничений огромное количество, начиная даже с того, что эти выборы будут проходить 8 сентября. Совершенно очевидно, что вся избирательная кампания будет проходить в августе, когда люди еще будут на грядках. Это сделано специально для того, чтобы как можно меньше людей узнало о выборах, как можно меньше приняло в них участие, и чтобы за счет бюджетников и за счет тех людей, на которых сегодня власть имеет влияние давления, представители партии власти одержали бы победу. Вот для чего это делается. Это первое. Второе. Если говорить о выборах, наверное, самые интересные пройдут в Москве и в Московской области. Это выборы мэра и выборы губернатора. Ну, опять-таки, и здесь введены соответствующие заградительные фильтры. Первый фильтр уже не прошел Михаил Прохоров, например, в Москве. Потому что в мае буквально неожиданно на всех свалился закон, который запрещает не только депутатам и чиновникам иметь зарубежные счета, но и кандидатам с чего-то вдруг. Поэтому мы увидели, как даже просто физически Прохорову не хватило времени для того, чтобы избавиться от своих активов. Причем от бизнеса он бы еще мог, зарубежный бизнес он бы еще мог перевести сюда. Но у него есть баскетбольный клуб. А баскетбольный клуб нельзя переписать очень быстро на российскую структуру, потому что в Америке должны пройти публичные слушания и так далее. Вот первый заградительный барьер. Он фактически выдавил на обочину одного из фаворитов политической гонки Прохорова. Дальше у нас второй заградительный барьер, который тоже придумала Единая Россия вместе со своими начальниками в Кремле, который называется муниципальный фильтр. Или заградительный фильтр. То есть для того, чтобы принять участие в выборах, нужно собрать подписи 110 депутатов, например, в Москве муниципальных, в 110 районах. Сделать это практически невозможно, потому что практически все муниципальные депутаты так или иначе контролируются властью. Поэтому, к сожалению, я думаю, что ни одному из более-менее сильных кандидатов не удастся пройти этот муниципальный фильтр. Как вы знаете, один из таких кандидатов Алексей Навальный, который вот даже сегодня написал пост, что нужно всем объединяться, обзванивать этих депутатов и сделать все, чтобы получить их подпись. Но параллельно мы знаем, что штаб Собянин уже обзванивает тех же депутатов, выкручивает им руки и говорит, что поддерживать Навального это совершенно плохая история. Поэтому будут вообще выборы или это будет фарс, мы узнаем очень скоро. Скорее всего, у меня такая интуиция, она мне подсказывает, что никаких выборов у нас не будет. У нас будет Собянин выбирать себе спарринг-партнеров, например, Прохорова я не хочу, Навального не хочу, давайте мне там кандидатов от Справедливой России, вот будет Левичев, который там, понятно, никакой конкуренции ему не составит, от ЛДПР наверняка будет кто-то там, не очень известно. И то же самое в Московской области. Вот, например, Геннадий Гудков, которого там трижды избирали по одномандатному округу, скорее всего, не пройдет муниципальный фильтр, потому что те же самые команды и тот же самый заградительный фильтр, он обязательно будет использован, чтобы его не пустить. Поэтому мы увидим не выборы, а мы увидим как бы выборы, назовем это так. И я думаю, что после 8 сентября, наверное, многие граждане поймут, что необходимо ходить на улицу, потому что если тебя не пускают на выборы, то ты выходишь на Болотную площадь, на проспект Сахарова, не потому что ты любишь митинговать, а потому что нет никаких других цивилизованных законных возможностей для смены власти в стране. Так, я вспомнил, что мне... Субтитры сделал DimaTorzok